Отсутствует, но при этом борьбу любят с Турцией, любят и ударную технику, а вот замиксовать эти два направления еще не удалось, как в настоящем. Максим, вы знаете, я думаю, талантами турецкая земля не обделена, но, возможно, проблема в том, что сама индустрия поставлена не на том должном уровне, чтобы бойцы из Турции выходили на этот самый уровень. Возможно, проблема в этом. Здесь можно просуждать в потенциале. Два боя провел на М1 Рубиньо, он же Рубенилтон Перейра. И проиграл сначала Александру Бутенко, а потом, как я уже говорил, Дамиру Исмоголову. Ну и выступал он немало в рамках своих местных промоушенов бразильских. Ну а по-настоящему в громких организациях этому латиноамериканцу еще выступать не приходилось. Вот, пожалуй, первое – это ACB. Организация с именем, где дерется Рубиньо. Ну, естественно, упомянул я уже про М1, и вот теперь очередь ACB. Посмотрите, фронт-кик точно в голову запускает Рубиньо. С передней ноги, с левой для себя. И тут же в левшу переходит Рубиньо, и левый хай-кик. В область головы запускает, но защищается Турок пока качественно, не дает по себе точно попасть. Поддавливает Архан Картал, но пока что без точных ударов. Пытается он сблизиться, дотянуться. Вот Рубиньо пока что хорошо на отходах работает, есть лоу-кик. Пытается сконтрить как раз Архан. Беспощадный. Потому что остальные боксы, правый, через правую на левую руку. А сейчас пробовал через левую на правую, но все мимо цели. Но рядом. Архан находится, в точке попадания. Охотится за головой. Он в ударной технике. Будет тяжелый ловкий, который Картал и Картал. Пропустил навстречу левую боковую, действовал Рубиня, но попытался сейчас через правую прямую левую сбоку в скачке. Есть твой точный Архан, но не довел до цели свою комбинацию. Левый джеб выпускает мимо цели, опять же, Эрхан, Картал. Опять пытался через правую руку настичь левым боковым. Размашисто и так, видимо, для своего оппонента из Бразилии он это делает. Запять пропускает навстречу Эрхан левым боковым. И тут же с левой руки действует Рубиня успешно. Левый джеб и тут же на корпус перевел Рубиня. Есть хайкик по защите в исполнении Эрхана Картала. И тут же следует Лоу. Комбинационно старается работать с вязками Эрхан Картал. Левый сбоку, правый путь. Попа-па-па! Цепляет левым боковым Эрхан. Повторную комбинацию, как только совершил Эрхан Картал, и она была более успешной. Зацепил Леву на боков. Борьба в стойке мы сейчас с вами наблюдали. Недолгая. Рейра, представитель База, бронюстка джицу. И База как раз Картала с внешней на морс, но пока бой в стойке. И Фрейра, опять же, когда неуважение достаточно необходима осуществить его Рубинио, он очень в порядке смотрится в ударной технике. Да, и достаточно быстро он наносит удар. И вот, попытка перевести в портер. Искал, искал. Картала и Картал от защищался. Все прочитал. Искал Рубинио. Промах. Попытался сейчас защищать контур. Выпад. Но не дал ему дальше доработать этот эпизод до верного Картала. Очень хорошо тоже нагрузил своей массой Рубинио. Не смог он. О, левый боковой, очень точный от Картала. И тут же правый лукик, в догонку. Падает Рубинио, фигает равновесие. И, конечно же, способствовал этому Картал непосредственно, выполняя успешное действие. Опять же, любимый свой левый боковой запускает практически в любой комбинации Картал. Старался сейчас через левый сбоку ложный ударить справа точным. Не получилось. Мимо цели от Картала. И сейчас двойный левый сбоку опять же мимо. Выдергивает Рубинио. Сейчас левый джеб по туловищу. Такое, в большей степени ложное действие для того, чтобы продолжить что-то более интересное дальше. Раунд заканчивается. И пока что... У-у-у, на встречных курсах идет от средней дистанции. Хороший обмен на стороны двух бойцов, мы увидели. Очень жесткие удары. Длиннейшие рычаги как раз у Картала. Левый джеб попытался, но сейчас существует точно неимо цели. Хорошо сейчас попал с передней руки Картал. Левый сбоку всегда запускает в любой позиции. Ну что ж, интересный первый раунд. На встречных курсах, с обоюдными шансами, тем любопытнее будет посмотреть на то, что будет в раунде втором. Да, но и Порейра, 16 побед, 7 поражений. Очень молодые бойцы, очень перспективные. Не видится, 24-летний спортсмен из-за Турции, но, опять же, он по официально файка, он пистолет Австрии. Ну, нередкая картина, тем более для сегодняшнего турнира. И 23-летний бойцы из Бразилии. Да, далее друг другу поприветствовали еще раз. Пять, да. И, кстати, очень резонирующая тема в последнее время, вот эти вот приветствия после начала раунда. Нередко бывает так, что кто-то не воспринимает это приветствие и тут же наносит в ответ удар. Да, вы правы, это уже давно подобное действие. Еще в свое время, когда мне приходилось драться, это 90-е годы и начало 2000-х, среди профессионалов такое было. Я прям помню этого бойца, Игоря Корниев, он пропустил удар как разотка Жука, фамилия Жук, который очень классный был кикбоксер. Накуутирующий удар справа, когда тот давал ему руку и две руки, если бы точно не хотел бы обнять и пожать ему эту руку с уважением, он окутировал. Ну, в любом случае, в этом поединке ничего подобного не происходит. Никто ударов таких быстрых после приветствия не наносит, или вместо приветствия, скажем так, пусть и на встречных курсах, но со взаимным уважением к другому. Другу работают бойцы. Он сейчас хорошо смещался, но тут же успел его догнать Ирхана левым миддл киком. Запустил он все-таки в области право-нижней подреберет. Удар, и сейчас длинная атака, но все удары, по-моему, мимо цели. Но натиск был серьезный. Желание в том числе было продемонстрировано Ирхану. В левшу становится Ирхан, и сейчас, конечно, читается левый миддл левый хай-кик. Подобное же действие в первом раунде, в начале, его осуществил Рубинио. Ну, на данный момент, в любом случае, бойцы достойны друг друга. И пока что примерно на одном уровне друг другу противостоят. Да, но вот этот повторный дабл джеб или левый джеб-патулыч, который запускает Рубинио, вообще не приносит никакого серьезного урона. И все время он исполняется по школе, когда ты хочешь дернуть соперника и вытянуть его. О, посмотрите. Удар ниже пояса. Да, и сам, конечно, но Мерси, беспощадный Картал, извиняется, и сразу понимает, что он нарушил правила. Но тут все очевидно, никакой симуляции близко, нет? Да. Страчно к Капу. Не счастливый с этим киком. И учитывая, что все силы Картал в этот удар выбрасывал для того, чтобы провести лоу-кик, то можно только посочувствовать и представить, насколько непросто сейчас пришлось Рубинью вытерпеть эти ощущения. Необходимо сказать, что все-таки там вот эта паховая раковина, она спасает от тяжелого прямого такого ущерба, если туда удары следуют. Ну, извинения приняты, и бой возобновляется. Ну, и параллельно можно также анонсировать уже совсем скоро, в марте, в Манчестере пройдет один из турниров ACB. В ближайшее время Ян Гигглс, в феврале, в Польше. Рубиньо needs to figure out a counter for him. It's after Cartel throw a hand, it's a roundhouse to the leg. It's just that he's able to land at full force, he's digging the shin and the way behind it. Вот левый сдвоенный бокалой опять очередной раз запускает Ирхан. Очень хорошая левая рука у Ирхана. Есть такая вот школа боксерского у этого парня. Он неплохо обучен. Единственное, он сейчас пытается он нанести атаку с дальней дистанции с правой руки, с дальней для себя. Это очень опасно, может быть, для него. Нас еще может пропустить. Ну, и видно, что не получается. Но сейчас Ирхан и левый хайкик, но в область защиты. Опять же, предплечьем защищает себя. Рубиньо здесь пропускает левым боковым. Есть перевод в портер, есть тейкдаун. Удар Рубиньо, но тут же реваншировал и перевел как раз партер. Или на флоп-сайде, мы можем говорить о двух странах, Турции и Австрии. На последних секундах идет борьба. Ну и пока что особых дивидендов не приносит партер ни одному, ни другому. Пытается выбраться картал, сбросить с себя Рубиньо. Это не получается. Получается пока что вязать только по рукам и ногам. И то все-таки периодически удается выйти на оперативный простор бразильцу, чтобы успеть. И этого времени хватает, чтобы нанести один-два удара. Опять сейчас концовочка раунда. было обозначение закончен раунд и концовки как раз по-моему, преимущество небольшое совсем, может быть, совсем невидимое преимущество. Сейчас, как раз его первые борьбы, несколько лет назад, как профессор. Это будет первое время, что мы увидели, что как раз инициатива перешла в сторону бразильского спортсмена. Да, вот здесь мы увидели, мы заняли на повторе. И сам пропущенный удар, и в том числе запрещенный удар выпустил как раз с своей стороны Ирхан, изливший левый джеб, не левый джеб, а левый прямой, потому что Дартлик разносился с задней руки, но очень мобильным был по ходу второго раунда. Ирхан менял стойки, был более активным, больше попаданий был более точен, но в концовочке упустил такое преимущество, пропустил проход и оказался внизу. Вот как раз опять такое обоюдо явное уважение друг к другу проявляют два бойца. Итак, третий раунд, который должен расставить все точки, кто же из этих бойцов сильнее. Пока что в первых двух раундах это относительное равенство демонстрировали нам как один, так и другой. Опять Лешу становится Картал. Очень неплохо получается у него работать из правосторонней стойки. Вот сейчас долго ждет. Нужно работать если меняешь стойку, и левый хайки читался этот удар, и я думаю, что Робини также понимал, что подобным образом может быть атака стороны турка. И вот здесь переводит партер, и там понимает, что нет, может быть, глубоких знаний работы как раз сверху, и отпустил Робинио, зная, что этот боец базовый джитсер. ну и становится опять же на ноги Картал. И сам попросил подняться Робинио, и опять возвращается в стойку. Хорош, сейчас лоу-кик выбросил Картал, и пробует он напирать, как и в первом раунде. Ну а Робинио нередко включает маятник, старается раздергивать. Немного даже пообщался, сейчас Картал с Робинио, показал, что поаккуратнее пальцами не ватки не вменяет. Также этот момент даже увидел рефери в клетке и предупредил Картала, чтобы он не общался. Опять же вернулся в свою, ну сейчас в двух стойках Картал ведет этот поединок, но меньше он работает и только становится правосторонним в левше. Ну а Робинио уже откровенно вторым номером стал работать. Левый на встречу хоккейк. Хороший хоккейк в исполнении Картала. С хорошей стартовой скоростью был нанесен удар. Быстрый Эрхан Картал, быстрый этот спортсмен. Еще один по корпусу, да. Очень здорово работает. Да, Эрхан сейчас проживает в Австрии, и вот мы увидели сейчас Мэрбек Тайсумов, как очень активно болеет за этого бойца из Турции. И мы понимаем, что он тренируется вместе с Мэрбеком, и в том числе с Арби Агуем, и еще с некоторыми бойцами, которые выезжают. И получается тейкдаун. Перевоз Фортера у Робинио, правда, завалять, залежать не получилось. Картала, и еще один перевоз. Еще раз Робинио это делает. Ну, а пытается в это время заправить ногу на треугольник Эрхан Картал. Пока что не дает ему это сделать Робини. Так вот, Максим, продолжим мысль. Не удивлюсь, если мы увидим Эрхана Картала и на дальнейших турнирах ACB, и неважно, в какой стране они будут проводиться. Да, боец достаточно интересный. Согласен с вами. Действительно, очень хорошая ударная техника у этого парня. Он может попортить нервы любому. Знает весовой дивизион, очень непростой визави в лице Картала для любого топа, также этого веса может быть. Интересно понаблюдать за его родителем карьеры. Поднимается Картал. Но правда, почему не было на выходе ударов? Да, все-таки потеря сил, Вадим, мы должны с вами учитывать то, что парни работали на износ. И последняя минута уже идет. Особенно Картал очень много делал в этом поединке этот боец. Отвещался сейчас Картал. И, посмотрите, теряет равновесие от потери функций. Многие начали его подводить. Чуть его даже подшатывает немного. Вот здесь пропускает удары в стоке Картала. Посмотрите, потерял, как он сильно выдержал физически свои силы. И они его просто покинули. И еще один тейкдаун. Вот, кстати, эти тейкдауны в третьем раунде могут ощутимо сыграть в пользу Рубинию при вынесении решения судейского. Если, конечно, все дойдет до этого, а все идет именно к подобному исходу. Здесь опять будет, конечно же, контролировать ход поединка в партере тот самый бразилец Рубини, который посетитель базового джиу-джитсу чуть-чуть раскачал защиту и пытался шею даже поднимать картал. без ударов. Большое достижение для него. Заканчивается бой. Все было это в концовке. Да, травма. Травма все-таки голеностопа. Сейчас уже хромает картал. Вот смотрите, насколько профессионал этот парень. он в бою не стал показывать сопернику, что его плохо, но терпит, что существует хромота. Все-таки есть великий такой законный, неоспоримый, который работает как швейцарские часы. Если профессионал во время боя показывает, что у него есть травма, каким-то жестом, то беды. Чаще всего это поражение. Здесь смотрите, как действовал катал, терпел до последнего и только когда произвучал гонг, он уже хромая пошел к своему углу. Здесь есть, может быть, небольшой вопрос по итогу и возможному решению судейского корпуса. В большей степени, конечно, доминировал в стойке картал, причем два раунда уверенно. Первым, в третьем раунде тоже, как мне кажется, он был более точен, но все трое судей 29-28 отдают. 29-28 как раз отдают. Я уверен, что отдают картау все-таки. Да, и все еще картау он идет без поражений. беспощадный Эрхан картау дотерпел. Ножила буквально вытащил этот бой. Да, который сейчас представляет Австрию. Но выходец из этой страны. не забывая свои корни, как пела одна. Либо группа, да, либо он сохранил свое гражданство, но при этом проживает. Васки тренируются точно с командой Мэрбека Тайсумова. Рубиньо Перейра!